У печей каминов, конечно, вот такого нет. Если сравнить по ценам печь, камин и топку, они, наверное, сопоставимы будут по цене. Но камина и топка – это только лишь часть видимая айсберга, как мы советуем всем нашим клиентам. Приходите уже с визуализацией, может быть, или какую-то картинку видели в интернете, что вам понравилось, от чего отталкиваться, чтобы понять, что вам нравится. И без проблем подберем вам. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы часто задаете нам вопрос о том, что выбрать для частного дома – камин или каминную топку. И за ответом на этот вопрос я приехал в один из салонов «Форнакс». Он находится в городе Новосибирске. И буду общаться сейчас с нашим ведущим специалистом по этой теме Александром Минаевым. Саш, привет! Добрый день! Разница наверняка есть между отдельно стоящим печью-камином и каминной топкой. Ну, разница на самом деле существенная между печью-камином и каминной топкой. Печь-камин самостоятельная единица, не требует дополнительного какого-то благораживания. А каминная топка же требует облицовки, либо зашивания в современном силе, типа материалов суперизолов. Ну, то есть печь-камин можно установить, подключить к дымоходу и, собственно, начать пользоваться. А каминная топка, ее, естественно, нужно специальным образом установить, защитить все стены и ее элементы термоизоляционными материалами. Затем все это обшить каким-то красивым материалом, облицевать и, собственно, после этого только приступить к эксплуатации. Ну, да, совершенно верно. То есть печь-камин более компактное изделие, меньших размеров, так скажем, чем фундаментальный камин, но в понятии как топка и облицовка. То есть его и удобнее устанавливать по месту расположения, плюс, да, какая-то экономия в каких-то там сопутствующих делах будет при установке печи-камина, нежели брать как понятие сам камин. Каминная топка и облицовка. С точки зрения использования камина и каминной топки? Каминал у печи-камина на самом деле получается побольше, чем у камины топки. У камины топки одно только преимущество – это большое стекло обзорное, как правило, то есть чисто полюбоваться огоньком. В печи-камина же, во-первых, варочная поверхность есть, на которую можно и приготовить, можно разогреть. Плюс формы там камина можно в разные места там ставить в комнате, грубо говоря. Да, то есть либо угловой, либо пристельный. Да, совершенно верно, да. Компактные размеры, то есть на небольшое помещение можно печь-камин смело подобрать. А если камин-утоп в городе с облицовкой, это уже более такой большой фундаментальной будет конструкция, уже не всегда она подойдет под какую-то комнату там разумных размеров, так скажем. Слушай, ну и обратная ситуация, я думаю, тоже возможно, когда большой каминный зал и в нем даже мощный печь-камин будет смотреться, ну, скажем так, скромно. Это как бы обратная сторона медали, если, допустим, во-первых, человек должен сразу подразумевать, что камин в таком типовом, так скажем, его исполнении, что это именно топка и облицовка. Плюс размеры, конечно, если большая комната и там, допустим, естественно, печь-камин не всегда будет смотреться. То есть можно тогда, как бы, ну, это уже клиент, как бы, сам, конечно, выбирает, то есть вставить тогда топку и облицовку. Придя в магазин, можно увидеть, что хорошая печь-камин стоит столько же, сколько... Если сравнить по ценам печь-камин и топку, они, наверное, сопоставимы будут по цене, но камина-топка – это только лишь часть видимая айсберга. На самом деле же понадобится еще облицовка, понадобится изоляционный материал, который будет формировать тело камина, там, конвекционные все эти поверхности. Поэтому по бюджету, если сравнить, то камин, конечно, он намного значительнее получается, дороже бюджет, чем печь-камин. Ну, если сопоставлять одного класса, примерно, каминные топки и печи-камины. Оба изделия требуют подключения к дымоходу. Здесь тоже наверняка есть какая-то разница. Да, конечно. У печей-каминов в 90% диаметр дымохода будет поменьше, чем у каминной топки. Цена будет нам значительно дешевле дымохода, нежели чем на камин. Поэтому бюджет на дымоход печи-камины дешевле получается, чем у каминной топки. То есть давайте подведем промежуточный итог. Все-таки с точки зрения нагрузки на бюджет, печь-камин получается в большинстве случаев выгоднее. Камин не требует облицовки, камин не требует специальных дорогостоящих термолизационных материалов. Опять же, он довольно нетребовательный к месту установки. Его можно установить хоть где, по большому счету. И с точки зрения функционала на нем можно приготовить. Но все же, чаще всего и печь-камин, и камин покупают именно из-за главной фишки. Из-за возможности любоваться пламенем. Здесь, я думаю, что у нас есть лидер без оговоренности. Ну да, конечно, камин в любом случае будет выигрывать. Есть только единичные модели печей-каминов, которые обладают большой панорамным или каким-то вертикальным стеклом. В основном печей-каминов небольшое стекло. Поэтому, конечно, любая каминная топка практически в 90% выигрывает по обзорности. Если сравнивать еще по модификациям печей-каминов и каминных топок, то по обзорности, конечно, каминные топки намного превосходят. Потому что конфигурация стекла у каминных топок разнообразная. Есть и угловые, есть п-образные, есть п-образные, вытянутые. А у печей-каминов у них не такой большой выбор. Поэтому по обзорности, конечно, камин выигрывает намного у печей-каминов. Да, хотелось бы особенно подчеркнуть возможность вот именно камина, ну, каминные топки, облицовки в том смысле, что можно ее задекорировать под тот дизайн, который присутствует в комнате. Это либо сделать портал из какого-то натурального камня, там, из мрамора, там, из травертина, вырезать, чтобы подходил по дизайну. Либо зашить в современном стиле суперизолом, силикатом кальция. Также сверху его сделать отделку, и там очень большой выбор, на самом деле, по декорации камина. Что у печей-каминов, конечно, вот такого нет. Печь-камин, она по себе какого вида имеется, такого, как бы, ее надо вписывать под свой дизайн, уже ее внешний вид. Саш, ну, напоследок совет. Что же ты все-таки рекомендовал нашим покупателям установить в свой загородный дом с большой гостиной? Если бы был дом большой, фундаментальный, прям большой из больших заготов, я бы поставил, может быть, камин в традиционном стиле, поставил каминную топку хорошую, облагородил ее. Если все-таки ограничения по помещениям, либо какие-то дизайны, что камин не писался, тогда поставить печь-камин. Но это уже чисто сугубо дело заказчика, да. Поэтому тут, как бы, советовать сейчас тяжело, потому что сейчас настолько разнообразие материалов, дизайны всех разные. Поэтому тут, как бы, как мы советуем всем нашим клиентам, приходите уже с визуализацией, может быть, или какую-то картинку видели в интернете, что вам понравилось, от чего отталкиваться, чтобы понять, что вам нравится. И без проблем подберем вам разные варианты. Что ж, друзья, больше информации вы найдете в наших социальных сетях и на канале Форнаксфилм. Ну, а мы с вами сегодня прощаемся. До новых встреч. Счастливо. До свидания.